Если анализировать все каналы поставок от поля до прилавка, то один из растущих таких, я бы сказал, монополистов, это все-таки торговые сети. Хоть они и говорят, что мы занимаем 25% всего рынка, но у аналитиков есть еще вторая структура, которая называется форматы современной торговли, в которую, я так понимаю, относятся сети, но размером чуть поменьше. То есть это не федеральные сети, но это такие же сети. Если рассматривать по регионам, то в Сибири федеральные игроки еще не зашли. Если зашли, то это больше один магазинчик, конкуренцию со стороны которого пока что еще местные сети там не чувствуют. И здесь действительно контроль над рынком, он позволяет получать более высокую маржинальную доходность, работать на отрицательном оборотном капитале, что в принципе никто ни в пищевой промышленности, ни в аграрном секторе себе позволить не может. Я уже молчу про закредитованность наших аграриев, которым надо просто один урожай отдать банкам для того, чтобы просто выйти в ноль. Здесь уже не до расширенного воспроизводства. Ну и та же проблема, которая нам мешает. Да, у нас импортозамещение, у нас все замечательно, у нас рынок вроде как увеличился, можно было развивать производство. Вот где дешевые длинные деньги? Их практически нет. При наличии долгов у аграриев из-за кредитованности просто заложить уже нечего, чтобы получить какой-то кредит в банке. Вот после изменения курса доллара в такой же ситуации попали пищевые предприятия, которые вроде как перерабатывающая промышленность и в более хорошем положении относительно аграрных предприятий, но они тоже столкнулись с трудностями. И опять же мы столкнулись с трудностями на пути там, где меньше конкуренции и больше монополизации. Это сетями, которые в принципе диктовали, они не хотели принимать цены, говорили, что это благо. Они единственным выступают регулятором для того, чтобы население не столкнулось с более высокой ценой. А производители, они вынуждены были все свои издержки закладывать, потому что когда ты можешь пересмотреть цену раз в полгода, ты сидишь и гадаешь на кофейной куще. Какой будет курс доллара, какая будет цена электроэнергии, ГСМ и так далее, просто чтобы банально не вылететь в трубу. И здесь, конечно, надо идти по пути конкуренции. Если говорить о каналах сбыта, мы только по Москве. Я понимаю, что у нас чистые улицы сейчас, приятно ходить. Мы выкосили вот эти ларьки, лотки, которые раздражали, но мы убрали 35 тысяч торговых объектов. Мы убрали практически все сельскохозяйственные рынки. Мы практически сами наращиваем этот монополизм. И здесь понятно, что у Минпромторга сейчас есть инициативы, там мобильная торговля, альтернативные розничные точки. Как мне говорят знакомые, торговым сетям может конкуренцию составить только маленькие объекты, у дома, рынки и так далее. Это точно так же, как эффективность борьбы против крупной армии, партизанские отряды. Такие партизанские отряды в виде частников, они действительно могут создать какую-то конкуренцию. Меня несколько возмущает, когда средства массовой информации говорят, что между отпускной ценой производителя и ценой на прилавке в 10 раз разница. Нет такой цены, но в два раза да. Но это скоропорт. Поймите, что если овощи и фрукты, это очень большой процент списания как таковой. И все-таки первично здесь покупательная способность населения. Что мы видим? Мы сравним с сравнимым. То есть мы берем цены отпускные агрария в прошлого года и сравниваем с сегодняшними. Мы видим, что по картофелю цена на 10 рублей дешевле, чем в прошлом году. Это производители. И почему, кстати, продовольственная корзина 4,2% показала, а продуктовая инфляция порядка 13,5%. Потому что состав корзины такой. То есть если картофель дешевле, то, соответственно, подорожание чего-то просто растворяется в этом удешевлении.